Ну тут тарелка была разбита пополам. Вот ее трещина, вот ее шов. Здесь были множественные трещины. Я их специально выделил в этом кинцуге и закрепил. Без пигментации, чтобы было видно историю тарелки, ее травму в прошлом. Вот шовчик здесь ниточный, волосыной. С внутренней стороны шовчик также ниточный. При пристанном рассмотрении только видно. Так он закануфировал. Получилось, удалось почти молекулярную сцепку сделать. Добиться молекулярной сцепки специальным керамическим клеем. Изнутри, я повторяю, шов расшит и заполнен стоматологическим материалом с ультрафиолетовым отверждением. И вот упрочен вот здесь вот замочками. На кромке на этой замочке, чтобы трещина больше не открылась. У этой тарелочки была сквозная трещина без выхода наружу. Вот она здесь осталась чуть-чуть. Она как бы и есть, и есть, и осталась. Но она закреплена. Вот она, вот она, эта трещина сквозная. На внутреннюю поверхность она еле вышла, дальше не пошла. С этой стороны, с внутренней стороны, с наручки, с внутренней стороны, она закреплена опять швом кинсуги без пигментации. И замочек стоит, чтобы она дальше не ползла, потому что дальше она не пойдет. Раритетная посуда ГДРского производства. Значит, она где-то в 70-е годы, скажем, еще. Фарфор. Инглассур. Мейтинг ГДР. Хорошая посудка, красивая. Красивые тарелочки. Красивые тарелочки.